Привет! Недавно я вернулся из своей поездки в Новосибирск, куда я ездил по семейным делам, хотел увидеться с отцом. Первый раз в жизни. Нет, нет, у нас всё хорошо, просто живём в разных городах, такое бывает. Сама поездка прошла хорошо, я посмотрел на город, насладился последними тёплыми деньгами. В Сибири там было 15 градусов, когда я ездил. Всем советую, отличная температура, все приезжайте в Сибирь. Вот в Советском Союзе была отличная программа, всех свозили в Сибирь, отправляли в рабочие лагеря. О, наслушался батиной мудрости, в общем, всё как у людей. На самом деле я хотел рассказать не столько о поездке, сколько о моём суперудачном перелёте в этот прекрасный город. История тупая, абсурдная и крайне грустная для меня на самом деле. Но перед тем, как начать, я поделюсь с вами отличным сервисом. Если вы сейчас учитесь в универе и по каким-то причинам не успеваете сдавать курсовые или диплом, то вам на помощь придёт компания Work5. За 13 лет своего существования компания помогла написать более 200 тысяч студенческих работ. У них 22 филиала по всей стране. По ссылке в описании вы можете сделать заказ на любую тему и любой сложности, и вам его подготовят в кратчайшие сроки. Либо вы можете приобрести уже готовую студенческую работу, которых в базе более 80 тысяч. А по моему промокоду вы можете получить скидку в 20% на любой заказ. Все подробности по ссылке в описании. Мы возвращаемся к моей самой тупой потере денег. Я вылетал из Питера в Новосибирск чуть более недели назад. И, как мне кажется, к перелёту я отнёсся максимально ответственно. Я переделал тогда кучу важных дел, которые хотелось бы сделать перед отлётом. Раздал какие-то поручения, отдал кота на передержку. Смонтировал ролик. Это важно. Не спал всю ночь, потому что у меня был вылет в вечернее время, в 9 часов. Я в это время ещё не ложусь. Поэтому хотелось бы накопить усталость, чтобы просто прийти и уснуть на 4 часа. Ну и ещё потому, что я летел в компании Победа. А если вы не знаете, то это такие лоукостеры. Самые дешёвые перелёты. Но и как бы не самые качественные в чём-то. Очень мало пространства для ног. Ограничения по багажу. Но я-то парень простой. Я приду, усну, вырублюсь. И вот я уже в другом городе. Как бы всё шло хорошо. Везде я успевал. Всё успел доделать. Отлично. Настроение было приподнятое. Как будто закрыл все планы в мирской жизни. И уже готов отправляться в небытие. Не самое хорошее, наверное, название для Новосибирска. Но метафору вы поняли. Что касается времени, то мне кажется, человек я достаточно ответственный и пунктуальный. Не люблю опаздывать. Но и не люблю приезжать раньше какого-то промежутка времени, чтобы сидеть и ждать. Как и получилось в этот раз. Я приезжаю в аэропорт. И понимаю, что у меня ещё до вылета целых 50 минут. Везде я успеваю. У меня уже пройдена электронная регистрация. Мне бы только талончик распечатать, пройти и ждать посадки. В общем, всё хорошо. Всё просто замечательно. Я прошёл оба от пункта досмотра. Уже распечатал посадочный талон. Хожу, гуляю по аэропорту. В наушниках какая-то приятная музычка. Я предвещаю поездку. Зайду, посмотрю там, что находится. Зайду, поднимусь, посмотрю на цены в Макдональдсе, в аэропорту. Решу, что нет, переплачиваю 30 рублей за бургер. Я не готов и не так хочется есть на самом деле. Гуляю, наслаждаюсь жизнью. Закаясь вниз к своему выходу на посадку. Сажусь прямо напротив выхода. Смотрю, что людей ещё нет. Ну, видимо, у меня дофига времени ещё. Проходит буквально 2 минуты. Я вижу, что к выходу подошли где-то уже 3 человека. Начинаю там что-то обсуждать, проходить, загружаться в автобус. Я человек простой и немного ленивый. Ну, разумист, я бы так сказал. Я во всяких этих очередях стоять не люблю. Не вижу смысла. Всё равно, пока она не поставится, все не загрузятся. Ничто не уедет, ничто не взлетит. Поэтому я решаю сходить в туалет, чтобы потом просто сесть в самолёт и уснуть, и не отвлекаться на физиологические потребности. Выхожу из туалета, прохожу обратно к этому пропускному пункту. Почему-то людей нет, но это меня никак не смущает ещё в тот момент. Протягиваю посадочные свои талоны, смотрю на девушку, она глядит на меня. Искра, буря, безумие. Ну, точнее, она мне говорит, что, молодой человек, посадка на ваш рейс закончена. Автобус уже отправился. Я начинаю, ну, немного нервничать. Знаете, вот этот тремор лёгкий начинается. Она мне объясняет, что посадка на рейс закончена буквально 2 минуты назад. И, молодой человек, вы не попадаете на рейс. Я пытаюсь выяснить ситуацию, нет ли никаких вообще вариантов. Может быть, там до автобуса добежать или доплатить денег. Или, не знаю, побежать по взлётной полосе до самолёта. Но она смотрит на меня грустными глазами. Примерно, ну, представьте, что вы умираете от рака. И вам вот говорят, что, ну, всё, вам кирдык. В доктор уже ничего не может сделать. И ему самому неприятно говорить такие вещи вам в лицо. Вот, примерно, такие у неё были глаза. Она понимала, что, ну, я несчастный лох. У меня были ещё более грустные глаза. Плюс руки немного дёргались от нервяка. Она говорит мне свою финальную фразу. В общем, извините, ничего не могу сделать. И уходит. Бросает меня на произвол судьбы в этом жестоком мире. Я остался один на этой стойке. Моё эмоциональное состояние оставляло желать лучшего, мягко говоря. Я понимал, насколько же это тупая и абсурдная ситуация. То есть, по факту, если бы я не решил сходить в туалет, а сразу стал за тремя этими людьми, я бы попал на самолёт. Или, если бы у меня в голове что-то не перещелкнуло, я бы не перепутал время вылета с временем окончания посадки. Вроде никогда таких проблем не было, но в тот момент что-то перемкнуло. Ну и то, что людей не было, как бы сыграло свою роль. А, ещё уже в тот день я сделал хорошее дело. Я купил себе в поездку хорошие беспроводные наушники. Закасарь, между прочим. Не мог так нарадоваться своей покупке, что просто ходил слушал музыку. И, наверное, как бы упустил тот момент, когда объявляли, что посадка на мой рейс заканчивается. И, пожалуйста, подойдите, иначе вы не попадёте на рейс. Да, три этих фактора вот сыграли со мной злую шутку. Пережив в эти мгновения какой-то внутренний катарсис, найдя несколько новых штук для загонов, решаю заниматься дыхательной гимнастикой. Вдох-выдох, вдох-выдох, не хочу загоняться, помогите, мозг, давай думать, что делать дальше в такой ситуации. Начинаю смотреть билеты на ближайшее время, чтобы всё-таки улететь, потому что эта поездка, она у меня была запланирована чуть ли не с мая. Билет обратно-то у меня есть, его не хочется терять. Нахожу билет за 10 кусков, при том, что вся поездка туда-обратно мне обошлась в 12. Гуляя с этой мыслью, решил сделать звоночек Эвелине, потому что это был последний человек, с которым я вился перед отлётом. Ну и мне нужно было просто с кем-то поговорить на данную тему. Я звоню, привет, Ева, прикинь, я д***лёб. Возможно, ты этого не знала, но смотри, какая ситуация. Пытаюсь параллельно найти выход из этого лабиринта, вернуться обратно с зоны посадки на зону прибытия, ну или как-то так. Откуда вы заходите? Потому что раньше мне подобный путь не приходилось проделывать. Неприятный путь, скажем так. Путь унижения в чём-то, так как все люди идут к своим самолётам, а я иду и терзаю себя негативными мыслями. Через некоторое время мне удалось всё-таки оттуда выйти. Я продолжаю смотреть билеты, нахожу уже билет за 5 тысяч через сутки ровно, то есть на следующий день в это же время. У меня настроение даже поднялось, потому что, ну, когда ты уже был готов смириться с тем, что тебе придётся потратить 10 тысяч, и тут тебе предлагают 5, ну, как-то немного проще уже. Как бы хоть что-то хорошее, как будто бы. Хотя по факту особо ничего и не изменилось. Хочешь сделать человеку хорошо, сделать сначала ему плохо, а потом верни, как было. Примерно так всё и работает. Звоню отцу. Привет, твой сын был. На самом деле, вроде никто так особо жёстко не шутил на эту тему, потому что, ну, я шутил первым, опередил всех. Возвращаясь домой, следующий день был немного странный, потому что, знаете, ну, жалко, конечно, потраченных денег, потраченного времени. Просто по эмоциональному своему состоянию я должен был быть уже в другом городе. О чём мне делать здесь, непонятно. В итоге всё-таки я улетаю на следующий день, прохожу сразу же на посадку, сразу прохожу на самолёт, как бы всё нормально. Сейчас улечу. Ну да, небольшое тупое приключение со мной произошло, но пережить можно. Все остались живы. Сажусь в самолёт, и я не знаю, кому пришла в голову такая отличная идея, но в победе на некоторых рейсах, как я понял, вместо нормального голоса бортпроводника, который вам рассказывают, что делать, что не делать, там, не курить, не курить, не ходить, вот это всё, они поставили голос Гаррик Бульдог Харламова. И я лично ничего не имею против этого человека, но вот его сам образ у меня ассоциируется с крайне кринжовой, херовая комедия, одним словом, с ТНТшной, ещё той далёкой. Ну и ладно, это можно пережить. Ничего страшного, просто, Даня, ты попал в мета-комедию, в мета-комедию на борту самолёта. Крутое пике, если кто-то из вас помнит. Неприятная, конечно, штука, но и не самая страшная. Мы начинаем взлёт, и мне приходит сообщение на телефон, я его открываю, и там написано, что ваш билет обратно аннулирован. Да, я слышал о таких штуках, что если ты берёшь билет вместе и опаздываешь на один самолёт, то и второй тебе могут отменить, но думал, что это меня не коснётся. Всё-таки это не Европа, это Россия, победа, как бы вроде ничего страшного, но нет. На мою и так немного покорёженную психику от того, что я пропустил свой первый рейс, накатывает какая-то волна абсурда истерии, что мне придётся покупать ещё билет обратно. Переплачу, по крайней мере, в два раза больше. Ещё не факт, что мне удастся найти такие же дешёвые билеты, как мне удалось взять буквально за сутки. Такое себе состояние. Внутри себя я пытаюсь относиться к этой ситуации как к какому-то весёлому и тупому уроку от жизни. Позитивное мышление никто не отменял. Мы взлетаем и попадаем в зону турбулентности. Стоит сказать, что я спокойно переношу полёты, никогда не паникую. И если происходят какие-то подобные ситуации, я знаю, опираясь на статистические данные, что самолёт это один из самых безопасных видов транспорта. И как бы даже если трясёт, паниковать точно не стоит. Так что к зонам турбулентности я отношусь как к такому небольшому аттракциону. То есть ты летишь, пытаёшься заснуть, тем тебя немного качает. В принципе, чем не парк аттракционов? Только очень высоко. Я пытаюсь заснуть, сижу в своей масочке, и начинается адовый тряс. Вот так это назову. Самолёт вот так буквально трясёт, становится уже, ну, крайне неприятной. Ладошки начинают потеть, хотя до этого никогда со мной такого не случалось. Вот, проходит две минуты, самолёт всё ещё трясёт, даже сильнее, мы летим в каком-то адовом шейкере. Я решаю, что было бы неплохо осмотреться и понять, что происходит. Снимаю свою масочку для сна, смотрю справа от меня. Там двое мужчин сидят, держа друг друга за руки, пытаюсь успокоить, а чуть дальше от меня какая-то женщина молится. Так себе обстановочка. Сюра добавляет ещё тот момент, что я-то планировал прийти в самолёт, сесть и сразу же уснуть, потому что я ночь не спал. Но я-то вылетел не вчера, а сегодня, когда я уже, ну, поспал хотя бы там 4 часа, и уже так не удаётся это легко сделать, поэтому у меня играет музыка. А я-то музыку всегда слушаю через облачные сервисы, ну, по подписке которой. То есть у меня музыка в телефон вообще не закачана. Но так как интернета на небе уже нету, и у меня по факту есть только два трека на выбор, которые успели закэшироваться перед взлётом, и эти два трека были пиздец депрессивные. Это очень грустный бит, и слова в духе «Я устал, я не хочу жить, помогите мне». Вот попытайтесь представить ситуацию в целом, в которой я находился в тот момент. Я лечу в супертрясущемся самолёте, у меня в ушах очень грустная музыка играет. Я п***ал свой первый билет на самолёт, мне придётся ещё платить за второй, а возможно и не придётся, потому что я уже был готов к тому, что у нас сейчас крыло отлетит от самолёта. Я пытаюсь набрать на телефоне какие-то прощайные слова, потом понимаю, что их всё равно никто не увидит, потому что интернета-то нет. Я при этом лечу на грёбаной победе, на не самом лучшем самолёте, места для ног нет, крайне тяжело уместиться, не самая хорошая компания для моей авиакатастрофы. Для своей смерти я, конечно, бы хотел какой-нибудь крутой самолёт. И при этом небытие меня проводит голос Гарник Бурдог Харламова. А потом мы разбились, и все умерли. Или, скорее всего, у нас просто потрясло ещё так минут 10, а потом всё стало нормально, и мы удачно приземлились. Возможно, не самое весёлое завершение этой истории, но я, по крайней мере, рад тому, что я остался жив. Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Первое. Тщательно изучайте свой посадочный талон и не опаздывайте к времени завершения посадки. Второе. Если на посадку не стоят люди, то, возможно, они уже прошли. Третье. Даже если у вас очень хорошие и приятные наушники, и вы их только недавно купили и нарадоваться не можете, в аэропорту стоит с ними быть аккуратнее. Четвёртое. Если у вас есть возможность взять билеты по отдельности туда и обратно, лучше возьмите их по отдельности. Я не знаю, как так вышло. Я брал билеты вообще за месяц, надеждей на скидки, но они мне вышли дороже, чем билеты, которые я взял по отдельности и буквально за день-два до вылета. Как? Это нелогично. Но так бывает. Пять. Ворк пять. Отличная компания. Если вы студент, и вам нужно подготовить какую-то работу. На этом история моей самой тупой, бездарной потери денег подходит к завершению. Спасибо большое, что слушали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Меня зовут Даня Рэндал. Если у вас есть какая-то весёлая, грустная или, возможно, тупая история, связанная с авиаперелётами, поделитесь ей в комментариях. Буду рад прочитать и понять, что я не один такой особенный. Это для меня очень важно. Всем спасибо. Всем пока.